Зачастую, приходя на остановку, четко по расписанию, которая вывешена прямо на павильоне, можно простоять длительное время, так и не дождавшись автобуса. Неважно, будние это дни или выходные, общественный транспорт в любой момент может просто-напросто не выйти на линию. По наблюдениям жителей поселка, ежедневно из семи маршрутов два стабильно не выходят на линию. Проблема в том, что единственный маршрут, который уезжает из поселка строители и ходит, он как попало. Ни утром не уехать, ни в выходной не уехать. То, что касается расписания, оно не соблюдается вообще. Поэтому обращения жителей ни к чему не приводят. Осталась вот одна надежда. А жители куда-то обращались, да? Да, в администрацию города обращались они. Я знаю, что наш депутат Ирина Авдашкиевич обращалась не раз в администрацию города нашего. В специальный отдел, который транспортно занимается. Да, да, да. И поэтому ни ответа, ни привета оттуда нет. Вчера они уехали. Не было на 7-12 автобуса. Это бывает периодически, чуть не каждый день. Кондуктор предложила добираться такси. И потом еще в каком районе напомнила, в каком районе мы живем. Ну, это вообще очень весело. Конечно, кто-то в такие моменты пользуется услугами такси. Но не каждому такой выход из ситуации по карману. В местной мэрии не отрицают жалобы, поэтому маршруту поступают стабильно. И данная проблема находится у них на контроле. Управляем претензионное письмо о нарушении графика. Сам перевозчик должен понимать чреватое претензионные письма в их адресе. В 2020 году были заключены контракты со всеми перевозчиками. На 5 лет в 2025 году они заканчиваются. В 2024 году, на следующий год, мы подготавливаем новую обновленную документацию. Может, даже и включение каких-то новых маршрутов. Пока это все прорабатываем, стадии проработки. И будут уже в электронном аукционе выставляться эти маршруты. То есть, также смотреть графики маршрута, пересматриваться где-то больше, где-то меньше. На основании пассажиропотока показано за эти 5 лет. На данный момент, на следующий год уже документация готовится. Что касается маршрута номер 2, специалисты заверили, на линию он выйдет 16 октября. Тогда же и завершается дачный сезон. А вот с частником, который взял на себя ответственность заниматься перевозкой пассажиров 22 маршрутки, будут проведены работы по разрешению данной проблемы.